Если вы слышите не совсем знакомые вам слова, перформанс, инсталляция, арт-объект, знайте, вы на выставке современного искусства. Среда обитания, возможно, первая подобная в Старомосколе. Концепция, понятно, это реакция художника на окружающий мир. В данном случае на реконструкцию города. Пришли к тому, что мы находимся в стадии реконструкции, создания чего-то нового. Многие художники, особенно арт-группа Хризантема, рефлексируют на тему формирования комфортной городской среды. Они не дают какой-то негативный или позитивный окрас, они просто пытаются документировать это явление посредством художественного языка. Как отличить гениальный от пустого – большой вопрос. Возможно, его и не требуется задавать себе. Постмодерн не требует знаний и навыков. Он должен вызывать эмоцию любую. Это искусство мнений, а оно у каждого свое. Среди крайне спорных попыток творческого объединения Хризантема реализовать себя, есть и действительно интересные графические работы дизайнера Софии Орешкиной. Ее работы наполнены символизмом, а это и еще одна черта современного искусства – потребность в авторской интерпретации. В любом случае говорит, потому что художественное и вообще изобразительное искусство, в общем, это диалог художника со зрителем. И вот вопрос насчет потребителя, я считаю, что не стоит на него ориентироваться. То есть кто-то может понять, кто-то может не понять. Не только в художественной сфере, это в любой сфере. Если мы будем ориентироваться на потребителя, ничего хорошего у нас не получится. Это что-то новое и незнакомое староскольскому зрителю. Стоящее ли? Вопрос. Подобное искусство не требует сравнений и оценок. Оно вообще не требует ничего. Оно само объявляет себя. Для галереи блик – это большой шаг. Нужна ли эта попытка? Да, это смелый шаг. Я отношу себя к людям, которые открыты для всего нового. И уже галерея просуществовала 10 лет. И захотелось представить арт-площадку в новом свете. И как раз в нашем городе проходила образовательная программа от «Арт-окна», где я познакомилась именно с Никитой, с молодыми художниками, которые пропагандируют именно современное искусство. Для меня это что-то непонятное, но интересное и захватывающее. Поэтому я с удовольствием предоставила свою площадку выставочную для этого. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки культурной платформы «Арт-окно». Выставка будет работать до 16 октября.